В спортивной школе Заречного начались игры в рамках школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. В муниципальном туре участвуют 7 команд юноши и 5 сборных девушек. У нас соревнования будут проходить в течение двух недель. И возможно еще, если не успеем провести до конца 2021 года календарного, возможно еще в 2022 будут финальные игры. Но мы постараемся провести все в 2021 году закрыть. У нас каждый день соревнования, но по 2-3 игры, потому что, например, в лицее у каких-то классов карантин, в 20-й школе у каких-то классов карантин, мы стараемся, чтобы максимально все школы поиграли, чтобы из-за карантина никто не пострадал. Команды юношей разделены на две группы. Лучшие по итогам групповых турниров сборной разыграют призовые места. Уже определились два лидера – представители 225-й и 222-й школ. У девушек турнир проходит по круговой системе. В фаворитах – спортсменки школы номер 222. Организаторы предполагают, что именно они займут первое место. А вот кто станет серебряным и бронзовым призером, выяснится только после того, как завершатся все матчи среди девушек. Команды примерно равны по силам, и сдаваться без боя никто не намерен. У нас была одна игра. Результат 24-20 в нашу пользу. Мы победили. До этого мы играли. Мы проиграли одну игру. Но ничего страшного, мы не расстраивались. Все хорошо. Сейчас игра была не очень тяжелая, а прошлое прям очень тяжелое. Да, мы прям там падали, устали все. Победители муниципального тура школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» будут представлять наш город на зональном этапе. Планируется, что он пройдет в Заречном в конце января – начале февраля. Вместе с нашими спортсменами за победу будут бороться еще три сборные из районов Пензенской области. Лучшие команды среди юношей и девушек отправятся на региональный этап состязаний. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».